Севастопольский героизм символично увековечили на улице Севастопольской в Ульяновске. В гимназии номер 34 открылся музей боевой славы крымского города-героя и краснознаменного Черноморского флота. Когда-то экспозиция располагалась в этих стенах, но после закрытия школы в 2010 году исчезла и выставка. После такого крушения музей снова на плаву. Своим подвигом, в том числе и моряки Черноморского флота, в год Великой Отечественной войны заложили прочный фундамент для нас, для людей, живущих в 21 веке. Сегодня мы, аккуратно и бережно относясь к памяти героев, кладем кирпичики на этот фундамент. Это научные познания, это уважение друг к другу. Двенадцать ранений хирург насчитал, две пули засели глубоко, но смелый моря и в бреду напевал, раскинулось море широко. Молодое поколение память о тех событиях перенимает, как и знания современных моряков. Помимо музейных экспонатов, есть и живое общение с военными. Алексей Мордовкин отдал службе 26 лет, пять из которых в общей сложности прожил под водой. Бывало, по полгода не выходили с глубин. Во время Холодной войны попадали в серьезные и сложные ситуации. Только мужество, рациональность и знания помогали справиться со сложностями. Молодец должен знать все. История нашей, традиции, культуру нашу и флотскую, и отчизну свою знать. Для этого должны создаваться в каждой школе музеи, уголки, вести уроки мужества, естественно. Активисты общественной организации «Морское братство» помимо теории преподают и практику. Со школьниками выезжают на водоемы, учат азам мореходства, разговаривают об истории, снова возвращаясь к экспонатам музея. На этом у нас все. Хорошего вам продолжения дня и до новых встреч в эфире.